ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А после официальная часть перетекла в массовое гуляние по городу. Защитники Родины принимали поздравления уже в неформальной обстановке. Ну давайте погранцы, с праздником вас, здоровья и всего-всего. И пацанов вам побольше, в смысле сынов. Будьте здоровы. С праздником вас пограничники. Здоровья вам. Ну, чтобы знали мир выпивки в этот день. Да, и на завтра они болели. Ну, служили. Материальный мир так устроен, что всю жизнь воины, всю жизнь кто-то бьется и служит. А потом пирует. Дай бог ребятам большое здоровье, большого, огромного счастья, мирного неба над головой. И пусть у них всегда все сбудется, что они хотят. Два человека пострадали сегодня ночью в дорожно-транспортном происшествии. На улице Клары Цеткин в лобовом столкновении встретились Вольсваген, Фаэтон и ВАЗ девятой модели. Водитель одного из автомобилей двигался по встречной полосе. Кто из двоих, правоохранителям еще предстоит выяснить. Предварительную версию случившегося выслушал Александр Кузнецов. Эти кадры были сделаны через несколько секунд после аварии. Водители пытаются тушить воспламенившийся в девятке двигатель. Очевидцы вызывают скорую. Врачи прибудут незамедлительно. Их помощь понадобится водителю и пассажиру отечественного автомобиля. Супругов черепно-мозговой травмой и ушибами увезут в больницу. А машины уже через несколько часов эвакуируют с места происшествия. Эта авария могла пройти незамеченной. Если бы не одно «но». За рулем черного Вольсвагена сидел Павел Газизов. Известный в городе гонщик, нарушающий правила дорожного движения. Его неоднократно видели за рулем разных автомобилей. По словам очевидцев, он превышал скорость и не считался с пешеходами. И лишь единственный раз Газизову не удалось избежать наказания. Его на несколько месяцев лишали прав за значительное превышение скорости. Парадокс, но в этой аварии по предварительной версии правоохранителей молодой человек оказался потерпевшим. Это было лобовое столкновение. Водитель девятки выехал на встречную полосу. Причина выезда на встречную полосу сейчас уточняется. Водитель машины «Фольксваген» пытался уйти от столкновения. Принимал влево, но поскольку ширина проезжей части не позволяет совершать данные маневры, поэтому произошло столкновение. Анализируя предварительную версию сотрудников ГИБДД, получаем следующую схему аварии. «Фольксваген» едет со стороны дома торговли по направлению к электрону. «Девятка» движется в обратную сторону и неожиданно выезжает на встречную. Столкновение избежать не удается. В результате «Иномарку» прижимает к обочине, а «Девятку» разворачивает на 90 градусов. Административное расследование по этому делу продолжается. Полицейским еще предстоит выслушать версию случившегося от водителя «Девятки», но после его полного выздоровления. И только выслушав обе стороны, правоохранители смогут решить, кто же виноват в столкновении. 40-летний мужчина с 20-летним опытом вождения или молодой любитель скорости, уже нарушавший правила дорожного движения. Александр Кузнецов, Данил Клядюшевский, Антон Криков, Иван Козырев. Детали дня. Еще одно ДТП произошло сегодня на 21-м километре автодороги Белоярский-Некрасово. «Иномарка» столкнулась с велосипедистом. Один человек пострадал. «Ну ехал в Белоярский домой, в декрасово за поворотом, там, смотрю, велосипедист едет сюда, здесь знак. Потом резко начал поворачивать, видимо, это объезжать. Я тоже хотел там повернуть, ну как бы объехать. Смотрю, он туда, я ему два раза посигналил, мне пришлось сюда. Когда уже ближе подъезжал, смотрю, он по этим каналам, как бы пошел, я начал тормозить и, в общем, с ним где-то здесь встретился». Углю ударился об капот, лобовое стекло и потом уже оказался на земле. Как объясняет владелец «Иномарки», он попытался избежать столкновения и вылетел в кювет. На месте происшествия велись дорожно-строительные работы и оба участника движения пытались объехать заплатки на асфальте. «Восипедист получил ушибы, в настоящее время доставлен в ПЦРБ, в Белоярку, ведется административное расследование». И вновь городская жизнь оказалась под прицелом камер городского репортера. Валентин Леонидович снял на видеокамеру пожар. Клубы дыма неравнодушный горожанин заметил со своего садового участка. По его мнению, горела котельная в рабочем поселке Белоярский. «Работали на огороде, в селе Мизенком, в садовом, увидели дым в районе мельзавода. И когда с внуком поехали домой, заехали на мельзавод, горела, по-моему, котельная. Столк дыма, было две пожарных машины, пожарные проливали, там что-то горело, влажная котельная. Накануне на площадь Дворца культуры съехались местные садоводы. Здесь состоялась сельскохозяйственная ярмарка «Сад и дача весна-2012». Это уже вторая подобная выставка в Заречном за последний месяц. «Я очень доволен покупками. Тут всё так разнообразно. Столько растений, ягод, всего-всего-всего. И что? По ценам нормально. Я бы сказал, очень хорошо. Всегда можно договориться, всегда снизят. Так что идут навстречу, особенно к инсейнерам». На ярмарку, кроме садоводов Заречного, приехали торговцы из Екатеринбурга, Каменск-Уральского, Ирбитой, Первоуральском. На этот раз они привезли с собой декоративные кустарники, домашний скот, удобрения, одежду для дачи. Меньше семена и саженцы. Их продавать невыгодно, говорят продавцы, так как посадочный сезон уже подошёл к концу. «Сейчас уже такие помидоры, огурцы, деревья уже как бы люди насадили». Автосалон на колёсах. Накануне в Заречном впервые прошёл тест-драйв. На площади 9 мая все желающие могли испытать на себе новинки отечественного автопрома. «В этом городе нет автосалонов, поэтому мы специально сегодня приехали, чтобы провести такое уникальное мероприятие для всех жителей города Заречный». На тест-драйв было выставлено четыре автомобиля отечественного производства. Желающих сесть за рулей и испытать ходовые качества этих машин собралось немало. На пробную поездку участникам давалось около 15 минут. За это время вместе с инструктором можно было колесить по просторам города. Однако такое путешествие не всем пришлось по душе. «Лада Гранта» не оправдала мои надежды. Всё сделано очень по-русски. Плохо едет, всё очень тяжёлое, управление вообще непонятное, коробка от десятки мне не понравилась. Качество пластика стало выше чувствуется, более эргономично и удобно в салоне стало. А вот те настройки, которые обычно в нашем автопроме, они остались. В Заречном выберут семью года. Конкурс проводит Центр семьи уже третий год подряд. Он собирает десятки семей города. Мамы, папы и их дети представляют на суджюри свои лучшие традиции, умения и секреты. Конкурса этого бояться не надо, потому что те, кто принимали участие, они затем очень благодарны в том, что они приняли участие. Это очень весёлые, как правило, конкурсы. Всё проходит по-семейному, очень живо, радостно. В этот раз, обещают организаторы конкурса, семьи вновь должны будут подготовить эмблемы, девисы, семейные газеты. Сразиться в спортивной эстафете, приготовить что-нибудь вкусненькое и спеть. Без семейной песни, говорят организаторы, конкурс просто не может быть. Название «Семья года-2012» могут претендовать полные семьи с тремя и более детьми до 18 лет, семьи, воспитывающие детей инвалидов, приёмных детей и молодые семьи до 30 лет с детьми. Участникам необходимо до 1 июля подать заявку в Центр семьи или по телефону 729-83. Сам конкурс пройдёт в День семьи, любви и верности 8 июля во Дворце культуры «Ровесник». Семья-победитель отправится на областной конкурс, который пройдёт в столице Урала уже осенью. Заречный на время стал Центром клубной культуры. В прошедшие выходные в одном из местных клубов прошёл фестиваль электронной музыки «Механика». К нам приехали более 40 диджиев России, Америки и Европы, а также более 2000 любителей электронной музыки. Как это было, смотрите далее без наших комментариев. Механика – это в первую очередь мы пытаемся затронуть все стили музыкальные, в том числе и андеграундные. Поэтому на фестивале можно найти любую музыку по вкусу, даже неискушённому клаберу. Как это сфера? Как это сфера? Хорошая, нормальные люди, хорошая музыка, приятные люди снимают. Друзья вокруг, всё прекрасно. Кроме того, я ходил за забором, слушал и думал, что клубняк там, прям бас там, не моя тема. Сегодня я решил попробовать. И со второй минуты мероприятия мне всё нравится. Понимаешь? Всё классно, да? Приехал только ради блока «Г» до «Имплекса». Больше ничего интересного не нахожу, ни минимал, ни «Хардкор», ни «Брейкс». Только «Драм». Мы живем этим. Мы вас такая бы механика, да? Хардкор, хардкор. Всем хардкор. Я играю самую мощную, самую энергичную музыку, она называется «Хардкор». Очень энергичная, очень экстремальная музыка, то мы пока в андеграунде, в лютом андеграунде, но я думаю, что все впереди. Я хочу море драйва, позитива, энергии, я весь там на позитиве. Хочу взорвать танцпол. Буду импровизировать, но скажу точно, что будет «Хардкор», «Шрамс» и «Франчкор». Короче, жесть. Механика улет просто, супер просто, я не знаю, у меня эйфорийное настроение, я не знаю даже, что сказать. Я вот здесь отдыхаю сегодня и говорю всем спасибо за то, что они есть, пускай всегда будут и почаще к нам приезжают. Это шестеренки, механика, механика рулит. Ты что нарисовал, что нарисовал? Кто нарисовал, девушка нарисовала, не помню, их зовут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я всего два раза играл в России. И меня удивило, что люди здесь очень отзывчивые, очень счастливые. Я играл прошлым летом, и это была одна из моих любимых вечеринок. Я был просто счастлив. В России иностранных диджеев воспринимают по-особенному, ценят по-настоящему. Эти вечеринки для русских клабберов не просто очередной выходной, в отличие от европейских слушателей. В Париже и Берлине уже ничему не удивляются. В Заречной вновь пришла жара. Температура воздуха в ближайшие дни будет достигать 30 градусов, но не исключены дожди. Смотрите далее прогноз от портала «Гесметио». Завтра, 29 мая, весь день ясная и сухая погода. К вечеру на небе появятся тучи, возможен небольшой дождь. Ночью температура воздуха плюс 17, утром на 3 градуса теплее. Днем солнце прогреет воздух, столбик термометра поползет вверх и достигнет отметки плюс 29 градусов. К вечеру температура опустится на 6 делений, ветер южный с порывами до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Это все, что мы хотели рассказать вам сегодня. Далее смотрите в нашем эфире новости Белоярского городского округа. А я с вами прощаюсь. До встречи.